Трамп прямо сейчас обсуждает с вице-президентом Майклом Пенсом его разговор с генералом Флинном. Телефонный разговор, который стоил карьеры. Ушел в отставку советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Человек, который обсуждал отмену санкций в отношении России. Горос уже не имидж России, имидж России ужасен. Россию очередной раз обвинили во вмешательстве во внутренние дела, на этот раз во Франции. Чему приведет такая политика? Правозащитники обвинили официальные власти Сирии в применении химического оружия. С 17 ноября, когда наземные войска пошли на восток, мы наблюдали первые атаки с использованием хлора. Украинцы имеют право поименно знать, кто вместе с Порошенко, Яценюком, Гроссманом несет ответственность за ту катастрофу в Украине, которую они устроили. В Верховной Раде Украины заговорили о введении военного положения и досрочных выборов. Люди не знают, что мы здесь видели, что мы по сути такие же люди, как они, на фоне того, что у нас другой цвет кожи, могут оскорбить, с таким мы сталкивались. Спектакль о жизни приезжих, в котором играют сами приезжие. Как в Петербурге перенимают немецкий опыт работы с мигрантами. Я Тимур Олевский, здравствуйте. Новость этого часа. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации на Украине, передает Интерфакс. По словам Спайсера, Дональд Трамп занимает жесткую позицию в отношении России. Он продолжает поднимать вопросы, связанные с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация, сказал официальный представитель Белого дома. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку. На своем посту он пробыл всего 24 дня. Причина отставки – телефонный разговор с российским послом Сергеем Кисляком. В своем прошении об отставке Флинн написал, что не рассказал вице-президенту подробностей своего разговора с послом. К сожалению, из-за быстро развивающихся событий, я представил избранному вице-президенту Пенсу и другим неполную информацию о своих телефонных разговорах с российским послом. Ранее Флинн сказал Майку Пенсу, что не обсуждал с послом санкции против России во время их телефонных разговоров в декабре прошлого года. Однако несколько дней назад подробности этих бесед начали появляться в американской прессе со ссылками на источники в администрации Дональда Трампа. Кроме того, газета Washington Post сообщила о том, что Министерство юстиции США предупреждало Белый дом. Из-за этих разговоров Флинн может стать жертвой шантажа. Обсуждая с иностранным дипломатом внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, Флинн мог нарушить закон. Разговоры с послом состоялись до инаугурации президента США Дональда Трампа и, соответственно, до вступления Флинна в должность советника. Согласно американскому законодательству, гражданин США, неуполномоченный вести переговоры с иностранными дипломатами, не может обсуждать с ними разногласия во внешней политике двух стран. Закон этот вступил в силу в 1799 году, получив название «Акт Логана» и грозит нарушителю штрафом или тюремным заключением сроком до трех лет. После отставки Флинна на его место временно пришел отставной генерал Кит Келлок. Американские СМИ также прочат должность советника президента по национальной безопасности, бывшему главец РУ Дэвису Петреусу. В Кремле отставку Майкла Флинна решили оставить без комментариев. Майкл Флинн служил в американской армии более 30 лет, поднявшись от простого десантника до директора национальной разведки. Этот пост он оставил в 2014-м из-за разногласий с администрацией Барака Обамы. Спустя два года убежденный демократ неожиданно стал одним из самых ярых сторонников республиканца Трампа, но и в его администрации проработал всего месяц, даже чуть меньше. Подробнее о биографии Майкла Флинна в нашей справке. Майкл Флинн родился в 1958 году в Рудайленде в семье убежденных демократов. К ним он относил и себя. Политический лагерь Флинн сменил лишь в 2016-м, поддержав Дональда Трампа. В 1981-м Флинн окончил военное училище, был зачислен в разведку и начал службу в 82-й воздушно-десантной дивизии. Она принимала участие во всех значимых международных операциях США. К 2001-му Флинн дослужился до помощника начальника штаба крупнейшей американской базы Форт-Брэк в Северной Каролине, а в 2002-м возглавил 111-ю разведывательную бригаду. Два года спустя Флинн возглавил командование специальных операций США. В этой должности он служил в Афганистане и Ираке, где Америка после терактов 11 сентября начала операцию «Несокрушимая свобода». В 2007-м Флинн стал директором разведки при Центральном командовании Вооруженных сил США, а в 2008-м занял ту же должность при Объединенном комитете начальников штабов США в Высшем органе управления Вооруженных сил. В 2011-м Флинн получил звание генерала-лейтенанта, а в 2012-м приказом президента Обамы назначен директором национальной разведки. Два года спустя Флинн досрочно ушел в отставку. Впрочем, как писали СМИ, его скорее ушли. Прессу утекла рабочая переписка, в которой коллеги жаловались на агрессивность Флинна, его хаотичность или управление и вольную трактовку фактов. С подачи New York Times в оборот даже вошло выражение «факты Флинна» — примерно то же, что в 2017-м значит «альтернативные факты пресс-секретарей Трампа». Сам Флинн объяснял свою отставку разногласиями с администрацией Обамы, которая, на его взгляд, недооценивала угрозу со стороны исламистов. Себя Флинн называл «одиноким голосом разума в правительстве». Он был активным членом антиисламского движения Act for America. Оно насчитывает около 300 тысяч сторонников по всей Америке и известно такими инициативами, как, например, законопроект о запрете шариатских законов США. Флинн также прославился как ярый критик иранской сделки, сторонник выдачи Турции беглого оппозиционера Фитулаха Гюлена и налаживания связи с Россией, в частности, в борьбе с терроризмом и взаимодействии в Сирии. В июле 2016 Флинн опубликовал книгу под названием «Поле битвы. Как мы можем победить в глобальной войне против радикального ислама и его союзников». А в конце месяца уже выступал на съезде республиканцев, жестко раскритиковав Хилари Клинтон. В ноябре избранный президент Дональд Трамп предложил Флинну постсоветника по национальной безопасности. Отставной генерал вступил в эту должность 20 января. Своё первое и последнее громкое заявление на новом посту Флинн сделал 1 февраля. Он раскритиковал Иран за запуск политической ракеты и сказал, что выносит Тегерану, цитата, «официальное предупреждение». В Госдуме России отставку советника Трампа комментирует осторожно, подчеркивая неопределенность в отношениях с новой администрацией США. Не думаю, что мы должны сейчас строить какие-то догадки, предположения, фантазии. Флинн ушёл, не думаю, что он ушёл безвозвратно. Что касается отношений между Россией и Соединёнными Штатами, вне зависимости от инцидента с Флинном и каких-либо прочих, бывших или, не дай бог, будущих, отношения пока ещё далеко не налажены. Почему источники в администрации Трампа рассказывают журналистам об отставке Майкла Флина и какую роль он играл в структуре власти нового президента США? Я сегодня выяснял у докторанта Колумбийского университета Марии Снеговой. Озабоченность Трампа присутствует внутри его собственной администрации. Это очень удивительно, исходя из того, что он делает. Если вернуться к вопросу о разговоре с Кисляком, то вопрос ставился так, что будет размен сотрудничества Америки с Россией и Сирией на ослабление санкций. Более того, конкретно звонил Флинн, делал эти звонки после того, как было решение в администрации Обамы ввести новый раунд санкций по вопросу поддержки России и Трампа на этих выборах, а эти такие атаки. И, соответственно, Флинн звонил нашему послу, чтобы удержать его и сказать, не беспокойтесь, мы это все быстро отменим, не надо жестких реакций. И от России конкретно просил Россию не реагировать жестко. Помните, как мягко, неожиданно мягко Владимир Владимирович Путин отреагировал на выбор амбуканцев? Да, 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 не выслал в ответ дипломатов США и прочее, прочее. Но вот сегодня мы только что вот сейчас слышали наши зрители мнение депутата Леонида Слуцкого, такое впечатление, что Россия очень осторожно комментирует это. И хотелось бы понять причину этой осторожности, потому что не хотят подставить, что называется, нынешнего президента США своей выражением своей дружбы или что? Да, не хотят комментировать дополнительно, поскольку уже и так понятно, что обстановка очень сильно напряглась. В Вашингтоне про связи Администрации Трампа с Россией, кто уже только не говорит, это обсуждается по всему. Понятно, что ФБР расследует не только Флина, но также еще нескольких бывших и текущих соратников Трампа, таких как Пол Манафорт, Картер Пейдж. И в этом смысле понятно, что у России сейчас трудная позиция. Если действительно это правда, что существуют какие-то связи дополнительные между Администрацией Трампа и Россией, то надо не спровоцировать. И замечу, что также и Трамп молчит по поводу России в последнее время. Мария, а насколько Флин важен для Трампа? Ну здесь, понимаете, я не считаю, что Флин был ключевым звеном. Звено, на мой взгляд, от чего это Трамп, потому что назначение действительно не единственный человек в Администрации Трампа, который считается пророссийским. Как я уже упоминала, был Манафорт, Картер Пейдж, есть Тиллисон, хотя Тиллисон как раз, возможно, будет не такой лояльной пророссийской политикой, как остальные. Как тогда будет сейчас, вот в разгаре таких скандалов, в разгаре таких скандалов строится политика между США и Россией? Ну все это довольно беспрецедентно, обращу ваше внимание, что в тех шагах такого не было никогда. Ну просто вот это все, что сейчас происходит, это абсолютно исторический момент и, к сожалению, негативный. Поэтому трудно выстраивать какие-то четкие линии. Понятно, что Россия и Трамп сейчас будут очень осторожны, поскольку они уже и так на крючке. Ну а что касается демократов, то постоянно обсуждаются вопросы печени, правда, понятно, что это дело не в ближайшие дни, а месяцев, может быть, даже лет. Вот, но в моменту будет очень осторожно выстраиваться. Очень пророссийская риторика Трампа, которая раньше была, она сейчас будет очень смягчена. Сдай. Россия не может рассчитывать на обещанные Дональдом Трампом фантастические отношения, пишет в своей статье на сайте Московского центра Карнеги политолог Глеб Павловский. Он сравнивает происходящее в американской политике с революцией, которая перечеркивает прежнюю стратегию Москвы. Подробнее о том, как будут теперь строиться отношения между двумя странами, я спросил у Глеба Павловского сегодня. Глеб Павловский на связи со студией Настоящего Времени. Глеб Олегович прочитал сегодня вашу статью, и она оказалась как нельзя в тему сегодняшних новостей. Вот отставка Майкла Флинна. И как выясняется, по крайней мере во внутрополитической жизни США, она связана с Россией. Так вот эти угрозы, которые несет Россия, о которых вы писали, угрозы миру, они уже сейчас влияют, получается, на внутреннюю политику других великих стран? Угроза миру – это не моя мысль. Россия как угроза миру. Россия ведет себя так, как может. Она в своем воображении, а иногда реально, сдерживает более сильные комплексы мировые, Соединенные Штаты, Европу, Запад. И у нее нет других ресурсов, кроме как быть такой вот удивительной, непредсказуемой прыгучей из региона в регион. Но ведь политику сдерживания, о которой вы, собственно, пишете, вы называете это политикой сдерживания. Россия придумала сама себе в 2007 году, или я ошибаюсь? Нет, я так не думаю. Это было сперва найдено как просто импровизация. Вообще-то говоря, разработка концепции сдерживания велась целиком в Соединенных Штатах, как известно, несколько десятилетий. И там она хорошо разработана. В том числе и та модель, которую использует Россия, модель вот таких слегка безумных эскалаций. Она тоже известна, она описана у самых разных людей, от Кеннона до Тома Шеллинга. Здесь нет ничего нового, кроме того, что мы встречаемся с этим сегодня. И это опасно, я считаю, в новой ситуации, когда нет уже угрозы американского доминирования. Я думаю, это теперь избыточная стратегия, она опасна для самой России. Да, но в отношении США как проявляется эта политика сдерживания? Какими механизмами пользуется Россия для этого? Или пользовалась? А пользовалась она в предыдущую эпоху, которую, ну, можно называть ее монополярной эпохой, которая на самом деле уже стала распадаться уже 10 лет назад. Она уже была не вполне монополярной, как известно. Китай, ты никуда не сбросишь со счетов. Но вот это действие, это уже в мюнхенской речи Путина был намек на симметричные действия. Но развернулось это вполне значительно позднее. И это, вы знаете, ведь для России это единственная возможная была стратегия, ну, кроме стратегии, то ли, сдачи. Вот, поэтому стратегия сдачи была бы непродуктивной. Майкл Флинн был 25-м советником президента США по национальной безопасности с момента появления этой должности. Люди, которые делают эту работу, обычно избегают публичности, но некоторые стали не только знаменитой, но и очень влиятельной. Об этом наша справка. Пост советника по национальной безопасности – дань холодной войне. Впервые такая должность была учреждена дуэтом Эйзенхауэром в 1953-м. Советника президент назначает лично, без одобрения Сенатом. Сидит он, в отличие от госсекретаря, непосредственно в Белом доме, в Западном крыле, вместе со штатом консультантов и аналитиков. Обычно имена советников не очень публичны, но иногда люди, занимающие эту должность, по влиянию и известности превосходят самих президентов. Это Роберт Макфарлейн, советник по безопасности при Рональде Рейгане. Именно Рейган за время президентства сменил больше всего людей на этой должности – аж шестерых. Макфарлейн побыл в статусе главного нашептывателя два с лишним года, с 83-го по 85-й. Он – один из идеологов распада Советского Союза. Но, в первую очередь, запомнился даже не этим. Именно Макфарлейн был ключевой фигурой во втором масштабном скандале в американской истории после Уотергейта – Ирангейте. Верхушка Соединенных Штатов, в том числе советник по безопасности, в обход международных санкций и эмбарго продавали оружие Ирану. Макфарлейн выполнял наиболее деликатные поручения по установлению контактов с руководством Ирана и лично Айтула Хамени. Более того, вырученные от этого деньги шли на тайную поддержку Контрас в Никарагуа. С подачи Рональда Рейгана несколько высокопоставленных американских чиновников на протяжении 14 месяцев проводили секретные встречи с верхушкой Ирана. Американских переговорщиков возглавлял советник по безопасности Роберт Макфарлейн. С иранской стороны в контактах участвовал Али Акбар Хашемиров Санджани, спикер иранского парламента. Когда вскрылась информация об Ирангейте, Макфарлейн ушел в отставку, а в 1987 году даже попытался покончить жизнь самоубийством, заявив, что страна идет не в том направлении, хотя на самом деле это было связано с тем, что он тогда находился под следствием. Наверное, самый известный советник по безопасности в американской истории Генри Киссинджер. Он занимал этот пост дольше всех 2478 дней и сразу у двух президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Пока Киссинджер был советником по безопасности, по сути, он контролировал всю внешнюю политику США, забрав полномочия у госдепа, а затем просто сам стал госсекретарем Соединенных Штатов. Киссинджер – лауреат Нобелевской премии мира 1973 года за организацию Парижских мирных соглашений, положивших конец войне во Вьетнаме. Он же главный идеолог разрядки в отношениях США и Советского Союза, а также США и Китая. Единственное, что ставит ему в вину – это поддержка антикоммунистических режимов в Южной Америке, в частности, Аугуста Пиночета и участие в операции «Кондор» по устранению левых по всему континенту. Когда французский судья Рожелли Руа направил судебную повестку Киссинджеру в парижский отель «Риц», тот сбежал из Парижа. Судья намеревался расспросить Киссинджера о том, что ему известно об операции «Кондор», о его личных контактах с Аугуста Пиночетом и о том, как латиноамериканские диктаторы устраняли политических оппонентов. Киссинджер до сих пор участвует в международных саммитах, конференциях. Совсем недавно он выступал в Давосе и посоветовал тогда России и США как можно скорее наладить диалог. Антипод Киссинджера, сбегнив Бжезинский, ярый критик внешней политики Никсона. Бжезинский ассоциируется с антисоветским рассветом в США. Именно Бжезинский был автором секретной программы по вовлечению Советского Союза в дорогостоящую затяжную военную операцию, свою вьетнамскую войну для Москвы. Такой стала война в Афганистане. Бжезинский не отрицал, что Соединенные Штаты помогали маджахедам. Уже не будучи советником, Бжезинский продолжал влиять на американскую внешнюю политику. При Клинтоне он был главным сторонником расширения НАТО на восток. Ну а в России его принято называть «человеком, который развалил СССР». Впрочем, отношение к Крымлю у Бжезинского никогда не менялось. «СССР угрожал Западу. Я считаю коммунизм злом, поэтому в этом смысле я враг СССР. Но СССР больше нет. Я не враг новой России. Меня всего лишь смущает стиль управления Владимира Путина, его воинственная, порой националистическая риторика, в которой оживают нотки и отголоски холодной войны». Ну а на прошлой неделе Бжезинский написал твит «Дружба с Путиным погубит США. Трамп должен помочь Киеву в Донбассе». Главный человек во внешней политике Соединенных Штатов в эпоху президентства Джорджа Буша, младшего Кандализа Райс, была его советником по национальной безопасности весь первый срок. Затем просто переехала в Госдеп. На посту советника Райс стала первой женщиной в американской истории. Став советником незадолго до терактов 11 сентября, Райс затем была одной из самых принципиальных сторонников военного вторжения в Ирак и также борьбы с Аль-Каидой. Райс называют одним из главных ястребов внешней политики США тех времен. Практически свободно владея русским, впервые Кандализа Райс посетила Советский Союз еще в 1974-м. Во время дипломатической работы она была известна своими весьма тесными контактами с Владимиром Путиным, а на тот момент министром обороны Сергеем Ивановым ее связывали едва ли неприятельские отношения. Впрочем, это не мешало ей регулярно критиковать политику Кремля. Вот отрывок из ее воспоминаний о работе советником. В 2004 году я встречалась с Владимиром Путиным на подмосковной госдаче. Путин представил мне Виктора Януковича, который тогда баллотировался в президенты Украины. Он хотел донести до меня мысль, что это мой человек, Украина наша, зарубите это на носу. Для него курс Киева на сближение с Западом есть оскорбление. Вторжение в Крым и его аннексия под надуманным предлогом заботы о русскоязычном населении являются ответом нам. Даже сейчас Райс остается весьма влиятельной фигурой в Соединенных Штатах. Так, именно она вместе с Генри Киссингером стала главным лоббистом назначения новым госсекретарем США Орекса Тиллерсена. Майкл Флинн мог быть самым высокопоставленным членом команды Трампа, с которым общались украинские чиновники. Что будет после его отставки, попробуем узнать прямо сейчас. Напрямую связь со студией настоящего времени выходит Олег Волошин в недавнем прошлом. Директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины с 13 по 14 год. Да, Олег Анатольевич, вы работали в МИДе. В 2010-2013. Да, спасибо за уточнение. Так вот, действительно ли Флинн был переговорщиком с Украиной и это был потолок возможностей для украинского МИДа? Как вы считаете? Я скажу откровенно, тут меня немножко поймали на слове. Я написал соответствующий пост в Фейсбуке, но его нужно интерпретировать. Действительно, с Флинном контактировали одним из первых, но контактировали лишь потому, что долгое время он был фактически единственным человеком в команде Трампа, который отвечал за внешнюю политику. Если вы посмотрите на первую международную, ну скажем так, неофициальную, но встречу еще в качестве избранного президента с премьер-министром Японии Синдзабы, то рядом с Трампом сидел именно Флинн и Иванка Трамп тогда еще была вообще. Потом на всех последующих переговорах, телефонных встречах везде был Флинн. Потому что давайте не будем забывать о том, что Рекса Тиллерсона без малого две недели, как только утвердили госсекретарем. Олег Анатольевич, а Флинн в то время больше слушал или какие-то высказывал идеи по поводу Украины? Можно прекрасно понимать, что Флинн это не столько внешнеполитический даже человек для Трампа был, сколько человек, который в тот момент, когда огромное количество, и об этом и у вас говорилось, высших дипломатов и военных особенно, Хиллари Клинтон пыталась изобразить, что это огромное количество людей, просто считая, что Трамп не способен быть главнокомандующим сверхдержавой, то Флинн был один из немногих, который открыто говорил, нет, он способен. И его главная заслуга это было во время выборов организации вот того знаменитого обращения группы военных чиновников, бывших генералов, там, адмиралов американских, которые обратились к избирателям с заявлением, что они считают, что Трамп будет хорошей главнокомандующей. То есть для Трампа Флинн это человек, который прошел с ним самые тяжелые этапы избирательной войны. Он мог пожертвовать своей карьерой ради того, чтобы спасти отношения в тот момент, когда Барак Обама вводил новые санкции в декабре прошлого года? Ну вот по сути сейчас Флинн скорее пожертвовал собой ради того, чтобы спасти авторитет президента Трампа. Ведь Пол Манафорт, давайте вспомним, летом сделал то же самое. Когда ему предъявляли обвинения, большинство из которых вообще ничем не оказались не подкреплены, а те, что и были подкреплены, ну там, сотрудничал с Януковичем, ну и что, да, там. Это же само по себе не преступление. В итоге тогда Манафорт ушел в отставку и заявил, для меня главное, чтобы Трамп стал президентом. То же самое Флинн. То, что вменяет ему сейчас, вот даже, я думаю, и вам затруднительно для русскоязычной там аудитории объяснить, а что собственно он совершил. Ну приходится объяснять вот на всю программу это дело, я вам скажу честно. Да, то есть он не убрал деньги, согласен, он не сдал государственные секреты, он не пообещал Путину от имени Трампа отменить санкции, санкции. Он позволил себе обсуждать санкции, не будучи еще, то есть если бы он это делал сегодня, сегодня это было бы уже не преступление. Но есть такой закон, но есть такой закон в Америке. Да, я согласен. Олег Анатольевич, у нас не очень много времени, мне очень интересно ваше мнение, будет ли теперь с кем разговаривать и что будет вообще вот в этих переговорах, в этих контактах Украины и Вашингтона. Что тогда произошло? Да, Флинн действительно человек, который считает, что с Россией нужно работать, но он же был и человек, с которым контактировала украинская администрация, желание убедить, что там работаете с Россией, но и про Украину не забывайте. Сейчас самое опасное, это то, что по сути всю идеологию и внешнюю политику сегодня в команде Трампа определяет Стивен Беном. А он, в отличие от Флинна, да, он не видел Путина в глаза, он не встречался с Сечиным, он не общался с Лавровым, не общался с Кисляком, но он идеологически симпатизирует путинскому режиму. Он цитировал Александра Дугина, он идейно разделяет... Он его знает, Александра Дугина, это тоже немаловажно. Да, и он идейно разделяет подходы режима Путина к видению мира. И это, по-моему, для Украины гораздо опаснее, чем Флинн, который прагматично считал, что с Россией надо договориться. То есть, Беннон берет Россию за пример. Это совершенно другая история, понимаете? Это проблема наших политиков. Тут у нас тоже все в восторге, бегают, ура, Флинн ушел, значит, не будет никакой договоренности Путина с Трампом. Но это потому, что мы мыслим категориями, что главное избавиться от людей в окружении Трампа, которые якобы куплены. На самом деле, идейный сторонник Путина гораздо опаснее, чем прагматичный сторонник Путина. Мнение, да, спасибо большое, Олег Анатольевич. Ваше мнение, мнение Олега Волошина, бывшего директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины в нашем эфире. Спасибо. Пожалуйста. Если забуксует решение об отмене санкций в отношении России, будет ли расстраиваться Кремль или российские власти уже научились жить под санкциями и даже извлекать из этого выгода? В частности, например, рисую образ врага в лице Америки. Я спросил сегодня об этом у главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Евгения Гантмахера. Я думаю, что в Кремле все-таки хотят отмены санкций. У меня в этом абсолютно нет сомнений. Почему? Потому что все-таки экономическое положение в России, оно оставляет желать лучшего. Понятно, что санкции не являются главной причиной. Главная причина, конечно, наша экономическая модель. Это, конечно, все-таки снижение цены на нефть, по крайней мере, по сравнению с тем, что было, 100 долларов за баррель и так далее. Но санкции в это вносят довольно существенный вклад, отрицательный. Потому что, во-первых, это нехватка кредитных ресурсов для наших, прежде всего, госкорпораций. Их невозможно сейчас на Западе взять. Это перекрытие доступа к технологиям новым, хотя бы для той же нефти и газа добычи. А в Кремле все-таки экономика для них это важна. Почему? Потому что она дает деньги в бюджет, которые нужны для того, чтобы распределять их населению. Ну, чтобы население ощущало, что о нем заботятся. Тем более сейчас при двери выборов. И даже я бы сказал так. Путин станет президентом в 2018 году, ему уже 6 лет быть президентом. И там надо же как-то иметь какие-то ресурсы для маневра. А эти ресурсы все-таки получаются из экономики. Людей кормить обещаниями, что завтра начнется экономический рост, будем снова зарплату повышать. Это долго не работает. Тогда давайте представим себе на секунду. Вот санкции отменяют внезапно. Что происходит? Россия теряет в внутриполитическом смысле такой вот аргумент, как внешнее противостояние с сильным противником Америкой. Мобилизационный план из-за этого рушится. А второе, это рубль укрепляется. Сейчас рубль слабый. Слабый рубль вроде как для сырьевой экономики это скорее благо, чем наоборот. Нет, рубль, я думаю, в данном случае от санкций никак не зависит. Его укрепление и прочее. Но я хотел сказать, что, вы говорите, теряется аргумент, если вдруг санкции отменены. Да, но появляется новый аргумент у того же Путина. Он скажет, смотрите, мы добились своего, мы выжили. Мы, несмотря ни на что, как бы это наша победа, что Запад, там, Соединенные Штаты поняли, что это бессмысленно с Россией таким языком разговаривать. Поэтому я бы сказал так, что санкции, их отмена, она внутриполитическом смысле тоже может быть абсолютно использована, без проблем. Вот. Но вот этот вариант внезапной отмены санкций, боюсь, что он все-таки невозможен. Понимаете? И второй момент. Если даже они будут отменены, то бизнес, я имею в виду инвестиции, которые России очень нуждается, особенно, конечно, западной, он еще долго будет искать какие-то точки опоры в России, искать какое-то доверие. Потому что санкции с санкциями, но инвестиционный климат, он так быстро не возвращается. Для этого все-таки надо действовать, какие-то реформы проводить, какие-то символические действия во внутренней политике и так далее. А это пока не просматривается. Как вы думаете, на каком уровне советник президента Трампа, теперь уже бывший, мог общаться в Москве? Кто были его собеседники? Ну, я, конечно, тут ничего, у меня никакой информации нет, но, зная нашу систему, я предполагаю, что когда приезжает такая важная персона, он же все-таки, по-моему, четырехзвездный генерал или там трехзвездный генерал, пусть в отставке, но это событие неординарное для Москвы, для России. Я думаю, когда он приезжал на эти празднования Russia Today, по-моему, ну, не знаю конкретно, с кем у него были встречи, но уверен, что встреч было много, и вообще попасть на приемы, тем более сидеть за одним столом с Путиным, это означает, что он прошел какую-то цепочку согласований и прочее. Это же, вы понимаете, не то, чтобы с улицы зашли и сели за один стол с президентом. Поэтому я думаю, что очень высокие какие-то встречи с Флином этим точно были. У меня в этом, как бы, ну, зная нашу систему, у меня в этом нет смысла. Это часть Тимура Олевского. Смотрите далее в этой программе. Правозащитники обвинили официальные власти Сирии в применении химического оружия. С 17 ноября, когда наземные войска пошли на восток, мы наблюдали первые атаки с использованием хлора. Украинцы имеют право поименно знать, кто вместе с Порошенко, Яценюком, Гроссманом несет ответственность за ту катастрофу в Украине, которую они устроили. В Верховной Раде Украины заговорили о введении военного положения и досрочных выборах. Люди, не зная, что мы здесь родились, что мы, по сути, такие же люди, как они, на фоне того, что у нас другой цвет кожи, могут оскорбить. С таким мы сталкивались. Спектакль о жизни приезжих, в котором играют сами приезжие. Как в Петербурге перенимают немецкий опыт работы с мигрантами. Сайт движения кандидатов президента Франции Эммануэля Макрона сегодня днем вновь подвергся хакерской атаке. Он был недоступен пользователям всего несколько минут. А соратник Эммануэля Макрона, генеральный секретарь движения Ришар Ферран, заявил о тысяче хакерских атак на сайт избирательной кампании. Ришар Ферран утверждает, что атаки исходят с территории России. Также он обвинил телеканалы РТ и российское государственное агентство «Спутник» в распространении фейковых новостей о кандидате, которые многократно дублируются, цитируются и влияют на демократический процесс. Цитата «Нам нужна сильная Европа, вот почему мы подвержены атакам на наши информационные системы со стороны российского государства», сказал Ришар Ферран. Кремль сегодня заявил, что официальная Москва этого не делала. А телеканал РТ в ответ распространил заявление, что ярлык фейковой новости навешивается на все неудобные репортажи, а политик просто не привел доказательств своих обвинений. Эммануэль Макрон, согласно опросам, является лидером предвыборной гонки во Франции. Его ближайшим конкурентом остается лидер ультаправого национального фронта Мари Лепен. Россия применяет политику сдерживания в отношении всего мира. Это проявляется и в попытке повлиять на избирательный процесс в США и Европе, что считает Глеб Павловский, с которым я говорил сегодня днем. К чему приведет такая политика, спросил я и у него. А что остается теперь президенту Дональду Трампу? Как ему теперь придется вести себя с Россией? И мы понимаем, что Америка это не только президент Трамп, как Америка в широком смысле будет вести себя с Россией? Как вы думаете? Америка сегодня на самом деле в непредсказуемом состоянии. Мы можем изощряться, но и в Кремле начинают понимать, что имеют дело не с просто новым президентом, а с определенным революционным процессом, причем в том или ином смысле, который Кремль имеет в виду. То есть как разрушением привычного порядка и исчезновением прежнего ландшафта. Трамп – это революция. Я рад, кстати, что сегодня это, вчера это подтвердили, подтвердили такие специалисты, как Стивен Холмс и Крастик в Форинг-Полисе. Там много очень близких мне формул. Трамп ведет Америку в какое-то нестабильное новое состояние. Пользоваться этим Россия не очень-то может. Иллюзий здесь не должно быть. Значит, надо сбавлять обороты и формировать действительно повестку дня, а не повестку страха. Означает ли это, что люди, которые являются противниками Трампа, автоматически и к России относятся с неприятием? И это останется даже после Трампа или нет? Ну, мы это видим просто сегодня реально. Это мощный, такой новый для Америки. Я не знаю, был ли такой, наверное, был такой в ранние годы Холодной войны. Комплекс страхов и неприязни к России. Это совершенно очевидно. И он связан с Трампом. Он является частью борьбы, так сказать, фронта борьбы демократов и, я думаю, части умеренных республиканцев с Трампом. И он не исчезнет. Вот в чем проблема. Вот это проблема, над которой должны думать мы. Потому что Америка – это большая сила. И вопрос уже не в имидже России. Имидж России ужасен. А вопрос именно в опасности этого имиджа для самой России. Опасность... Вот смотрите, до сих пор Владимир Путин демонстрировал такую стратегию. Вы сегодня описываете ее в статье на сайте фонда Карнеге. Стратегия следующая. Внезапно ударить в неожиданном месте и потом договариваться. Эта стратегия работает теперь дальше? Он будет делать то же самое с администрацией Трампа, с людьми, которые были против Трампа? Дело в том, что Трамп – это человек, который тоже способен ударить в неожиданном месте. Вот в чем дело. И у него, в силу ресурса в Америке, удар может быть значительно сильнее. Поэтому играть в такую игру с Трампом я бы лично не стал. И надо здесь... Пропущен важный элемент. К сожалению, Кремль, ударив, не договаривается. Вот в чем дело. А он перепрыгивает в другую зону проблемную, как было от Донбасса к Ближнему Востоку. И там повторяет этот вариант эскалации. Он ждет, когда с ним начнут договариваться. А он сам ждет. Кремль ждет, что к нему придут и скажут «давай говорить». Мы видим это. Что, разве мы слышим, чтобы, там, скажем, министр иностранных дел предлагал какие-то интересные идеи для договоренности? Нет. Приходите к нам, будем договариваться на наших условиях. А как теперь договариваться, кому и как договариваться в команде Трампа? Ведь это же каждый раз переговоры с Москвой вызывают ответную реакцию внутри Америки, критику в адрес президента Трампа. Ну, президент любой страны, а тем более Америки, не может рассчитывать, что его действия не будут вызывать критику, а будут вызывать всеобщий восторг. Поэтому я думаю, что Трампу придется проявить большую сдержанность по отношению к собственной прессе и собственной стране, если он вообще хочет чего-то добиться где-то. Не только с Россией, между прочим, а есть Китай, есть Иран и другие проблемы. Поэтому я думаю, что вопрос в ясной, понятной общественности, в том числе повестки. Этой повестки никто не видит и все подозревают какой-то сговор закулисный. А закулисный сговор невозможен. Глеб Олегович, у меня очень короткий вопрос, надеюсь, очень короткий ответ. А если вы говорите, что Россию боятся, то означает ли это, что уйдет нынешний президент в России, сменится и все сразу изменится или нет? Или это теперь на годы? Нет, это такие вещи не исчезают быстро. Сталин ушел в 1953 году и Брежнева продолжали бояться, хотя он был милый дедушка. Министерство обороны России заказало более 20 тысяч медалей для участников операции в Сирии. Информация об этом оказалась опубликована на сайте госзакупок. Стоимость подряда 4,5 миллиона рублей. При этом Российское оборонное ведомство не раскрывает данные о том, сколько людей участвует в операции в Сирии. Министерство обороны публикацию на сайте госзакупок назвали ошибкой. А сегодня Международная правозащита организации Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что войска Башара Асада в прошлом году минимум 8 раз применяли химическое оружие. Подробнее Сергей Берец. В последние недели боев за Алеппо сирийская правительственная армия неоднократно применяла хлор в жилых кварталах города, занятых оппозицией. Пострадали сотни мирных жителей. Такой вывод сделали эксперты Human Rights Watch на основе опроса очевидцев и анализа документальных свидетельств. С 17 ноября, когда наземные войска пошли на восток, мы наблюдали первые атаки с использованием хлора. По мере продвижения переднего края на запад, химические атаки также стали смещаться. Удары всегда наносились в нескольких шагах перед линией фронта синхронно с ходом наземных операций. Это указывает на то, что командование знало о применении хлора. Те же данные огласил на пресс-конференции представитель HRV в ООН Луи Шарбоно. С 17 ноября по 13 декабря мы зафиксировали 8 атак, но их могло быть больше. Всякий раз использовалось несколько емкостей. В одном случае мы видели три вертолета, каждый из которых сбросил по два баллона с хлором. За этот месяц жертвами химического оружия стали 9 человек, в том числе 4 ребенка, говорится в докладе. По мнению правозащитников, Россия, помогавшая сирийской армии брать Алеппо, не могла не знать об использовании боеприпасов с хлором, но закрывала на это глаза. Россия поддержала все резолюции Совета безопасности с требованием к Сирии присоединиться к конвенции о запрете химоружия и осуждала применение хлора. Но мы знаем также, что Россия принимала участие в наступлении в Алеппо. Она должна была продемонстрировать, что не потворствует применению хлора и поддержать резолюцию о введении санкций против сирийских официальных лиц, ответственных за химические атаки. Стороны гражданской войны в Сирии неоднократно обвиняли друг друга в использовании химического оружия, в том числе хлора. Чаще всего подозрения падают на правительство Башара Асада. Российские представители утверждали, что запрещенные средства используют боевики исламского государства и других экстремистских группировок. Смотрите сразу после моей программы очередную серию документального сериала «Призрачный рай». Каждый вторник в эфире настоящего времени. Истории из жизни семей, в чью жизнь ворвалось так называемое исламское государство. Каждый вторник в эфире настоящего времени. Но она идет за ними по пятам. Она терзает сирийский народ, но никому нет до этого дела. Они подвешивают человека за руки и бьют плетью по спине. Кладут человека на землю с завязанными глазами и в наручниках. И десять человек начинают его бить. Если ребенок вдруг выскочит из дома на улицу, и мать побежит за ним, забыв надеть хиджаб, чтобы вернуть его, ее арестовывает хизба. В Дейр-Эс-Зоре они призвали на службу 300 детей. За городом построено четыре тренировочных лагеря. Королева Великобритании, Елизавета II, открыла сегодня в Лондоне Центр кибербезопасности. Центр будет защищать страну от всех видов киберугроз, с которыми могут столкнуться государственные учреждения, коммерческие организации и объекты инфраструктуры. Королеве показали, как хакеры могут попытаться проникнуть в компьютерные сети системы электроснабжения. О других новостях коротко расскажет моя коллега Кристина Суворина. Загадочное убийство. Впрочем, убийство ли? Брата лидера КНДР Ким Чен Ина Ким Чон Нама. Власти Малайзии подтвердили сообщение о его смерти. Правда, о причинах смерти официальные источники пока молчат. По данным южнокорейских и малайзийских СМИ, 45-летний Ким Чон Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура. Якобы неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью. Брат северокорейского лидера почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу. По дороге Ким Чон Нам умер. Сейчас его тело обследуют эксперты-криминалисты. Источник BBC, знакомый с семьей покойного, подтвердил, что причиной смерти Ким Чон Нама стало отравление. Ранее южнокорейский телеканал Чосан сообщил, что Ким Чон Нам был отравлен с помощью игл с ядом в аэропорту Куала-Лумпура. В последние годы Ким Чон Нам не появлялся в Северной Корее и давно впал в немилость своего младшего брата Ким Чен Ина. Продолжение истории о якобы попытке отравить патриарха всей Грузии или какого-то другого высокопоставленного священнослужителя. Протеерей Георгий Мамаладзе, которого задержали в аэропорту Тбилиси вчера, утверждает, что у него не было цианистого калия. Сегодня с ним встретился омбудсман. Напомню, отравляющее вещество, по заявлениям грузинской прокуратуры, нашли в багаже Мамаладзе, когда он отправлялся в Германию. А именно там сейчас проходит лечение патриарх Илья II. Вместе с тем в патриархии воздерживаются от комментариев относительно задержания священника Мамаладзе. Он также является руководителем службы по управлению имуществом Грузинской Православной Церкви и ждут результатов следствия. На 10 миллиардов долларов больше. Именно настолько страны НАТО увеличили оборонные расходы в прошлом году. Об этом сегодня заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. На встрече в Брюсселе министры обороны обсуждали справедливое распределение бюджетного бремени на коллективную безопасность и оборону странами Североатлантического Союза. Генсек НАТО отметил, что это важный шаг для усиления обороны. Но он также подчеркнул, цитата, Предстоит долгий путь к тому, чтобы все страны достигли уровня расходов в 2% от ВВП. Столтенберг отметил, что показатели в 2% пока достигли 5 стран, а Румыния и страны Балтии приближаются к этому показателю. Мы не ожидаем, что все союзники немедленно достигнут желаемого показателя в 2%. Но мы ожидаем, что все союзники прекратят сокращать и начнут увеличивать расходы на оборону. Самый высокий уровень нестабильности по всему миру со времен Второй мировой войны. Это выводы организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. В преддверии форума они опубликовали доклад «Постправда, постзапад, постпорядок». В документе, в том числе говорится, 2017 год будет критическим для Украины и Евросоюза. В том числе и из-за информационных войн. Сегодня социальные сети могут доставить миллионам людей за секунду правдивую информацию или нет. Именно поэтому это новый вызов для мира на Земле, для стабильности. В борьбе с фейковыми новостями Европа готова тратить немалые суммы. Журналистам «Телеграф» удалось выяснить, глава МИД Великобритании Борис Джонсон зарезервировал 700 миллионов фунтов, это почти 900 миллионов долларов, для создания нового спецфонда, который будет использоваться в качестве, цитата, «мягкой силы против Кремля». Другие британские медиа сообщили о том, что бюджетные средства Соединенного Королевства в том числе будут расходоваться на укрепление союзников Британии за рубежом. Деньги, в частности, выделят странам Балтии и Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что международный конкурс Евровидения в стране проведут и на самом высоком уровне. Об этом он заявил сегодня на заседании Кабмина. При этом вчера команда организаторов песенного конкурса в Украине заявила о прекращении работы. Об этом сообщил один из организаторов, Денис Блащенский, на своей странице в Facebook. Он опубликовал скрин официального обращения команды. То есть бюджет конкурса увеличился на 200 миллионов. Но мы не понимаем, мы не знаем, зачем это сделано. И нам сложно представить, как мы можем быть частью этого процесса. Организаторы Евровидения пожаловались на отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров. Все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине. Говорится в обращении. Для меня это в какой-то степени буря в стакане. Я не знаю до конца, почему люди все-таки ушли. Но у нас все идет по плану. В Верховной Раде Украины, кстати, вновь заговорили о возможных досрочных парламентских выборах. Вообще, новая сессия началась со скандалов. Оппозиция требует отставки правительства, депутаты покидают фракции, создают новые группы. А в партии президента звучат предложения ввести военное положение. Какими могут быть новые союзы в Раде, кто против кого и почему разбирается наш специальный корреспондент Юлия Дрозд? Существует ли в парламенте коалиция и кто в ней состоит? С такого вопроса новую сессию Верховной Рады начала лидер партии Батьевщина Юлия Тимошенко. Украинцы имеют право поименно знать, кто вместе с Порошенко, Яценюком, Гройсманом несет ответственность за ту катастрофу в Украине, которую они устроили. Вслед за этим Батьевщина зарегистрировала законопроект об отставке правительства Гройсмана. Для Тимошенко это попытки играть в ее долгую игру в перевыборы. Она видит в них возможность занять пост премьер-министра, получить больше влияния в парламенте. Ну и понятно, это строительство площадки для будущих президентских выборов. В ответное заявление оппозиции правящая партия Блок Петра Порошенко призвала Батьевщину, Самопомощь и Радикальную партию вернуться в коалицию. Пришло время говорить о новом водоразделе. Не о власти и оппозиции, а о тех, кто за Украину и против нее. Досоримся, додискутируем, доберемся тогда, когда победим. Президентская фракция заговорила даже о возможности введения военного положения, чего, кстати, давно требует самопомощь. И это при том, что военные действия на Донбассе продолжаются уже три года. В парламенте сейчас действительно есть проблема. Список тех, кто входит в коалицию, не отвечает списку тех, кто голосует за коалиционные законы. Вот с разными партнерами в парламенте президентская сила и заигрывает. Призыв БПП прозвучал на фоне сближения самопомощи с Михаилом Саакашвили и Демократическим альянсом. По большинству вопросов мы нашли точки соприкосновения. Если консолидация состоится, то, уверяю вас, речь будет идти о победе на выборах. Центробежных тенденций добавляют депутаты партии киевского мэра Виталия Кличко и те, кто поддерживают бывшую летчицу Надежду Савченко. С другой стороны, голосов правящей партии могут добавить соратники олигарха Рината Ахметова. Они могут отколоться от оппозиционного блока. Сейчас бизнесмен, по информации наших источников, как никогда нуждается в поддержке власти. На Донбассе эскалация, а боевики так называемой ДНР собрались национализировать предприятие олигарха. И даже на таком фоне есть политологи, которые уверены в дееспособности нынешнего состава Верховной Рады. Да, не все законы принимаются, но ключевые законы, которые необходимы администрации президента, президентской команде, принимаются. Даже такие конституционные законы, связанные с изменением Конституции в части правосудия, собрали, получили все. Но в чем сходятся аналитики, так это в том, что с новыми союзами Верховной Раде по-прежнему партийные и бизнес-интересы могут преобладать над государственными. Юлия Дроза, Скультсирко, Настоящее время. Спектакль для актеров и про-актеров. На новой сцене Александринского театра готовят к премьере подстановку «Цель визита». Название имеет самое прямое непосредственное отношение к артистам. В труппе наравне с петербуржцами играют мигранты и их дети. На первой репетиции побывал Юрий Баранюк. Как выглядит лучшая страна, которую ты сам можешь представить? Там всегда светит солнце. Люди добрые. В этом спектакле у актеров есть только половина реплик, а точнее только вопросы. Отвечать на сцене они должны то, что думают сами. В основном о стереотипах большинства коренных россиян. Грубости и высокомерии. Отец Лолы и Тимофея из Нигерии. Мама русская. Люди не знают, что мы здесь родились, что мы по сути такие же люди, как они. На фоне того, что у нас другой цвет кожи, могут оскорбить. С таким мы сталкивались. На вопрос, в какой стране ты хочешь жить, девушка отвечает. Свободный от предрассудков. 19-летний Ибрахим из Таджикистана в Петербурге совсем чужой. В Россию он приехал пять месяцев назад. Хочет работать электриком. Сперва было немного тяжело. Уже привык. А в чем была трудность? Ну, новые люди, новые лица. Не знал их, поэтому... Ну, сейчас все нормально. В труппе все разные, но все равные. И для зрителей Лукбек из Узбекистана в первую очередь не мигрант, а актер. Я хотел просто с русскими знать, язык я хотел знать. Ну, я в школе тоже есть русский язык. Ну, я учил плохо по-русски. А здесь чем лучше? Этот проект режиссер Михаил Патласов делает вместе с коллегой из Германии Анной Юнышевой. Там похожие проблемы и тот же сценарий. Только мигранты из других стран. Я не ожидала такой быстрой сплоченности группы. Для меня это был сюрприз. У них это получилось изумительно. Это не значит, что спектакль сорвет кассу. Успех постановки – цель визита. Надо измерять иначе. Так, перенимаем вот этот немецкий опыт, да, работа с мигрантами вообще и социализация. Да, и поэтому, мне кажется, если сейчас российская культура будет открыта, да, то и они будут открыты к нам. И мне кажется, это вообще залог этого проекта под названием «Россия». Те участники, которые пройдут весь путь и останутся в постановке, сыграют на одной сцене вместе с артистами-труппы из Германии. Пожалуй, самым трудным будет преодолеть границы. У многих не только нет виз, некоторые – в статусе беженцев. Премьера спектакля пройдет одновременно в двух странах. 28 апреля русская труппа сыграет в Петербурге, а немецкая – во Франкфурте, на майне. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. Я на этом с вами прощаюсь. Я, Тимур Олевский, вернусь в эту студию завтра и обязательно расскажу вам что-нибудь новое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok